Добно послушать, значит, себя и послушать других, то есть получить некоторый навык именно выступления на научных семинарах. Вот, и для этого нам нужно подобрать такой контингент ребят, которые этой работой занимаются систематически по месту своей основной учёбы, но крайне нуждаются вот в таком коллективном систематическом общении. Отбор проходил централизованно, через все доклады, цены из которых были признаны нами достаточными для того, чтобы их приглашать. Приезжали только после предварительного ознакомления с докладами. Здесь нет ни одного, я бы сказал, ну что ли, не относящегося к делу ребёнка. Только те, кто действительно что-то сделал. Вот это основной принцип отбора ребят. А преподаватели как отбираются? Преподаватели школы, это в основном наш кадровый контингент Московского инженерно-физического института, Мехматов, Фистеха. У нас очень много людей пересекается с нами по работе из городских московских олимпиад, из союзных олимпиад. Этот круг достаточно узкий, все друг друга здесь знают. Вот, мы друг друга постоянно приглашаем. Это наши, вот, как говорится, кадры. Кроме того, у нас достаточно большой контингент, я бы назвал, наш унтер-офицерский корпус. Это наши студенты, выпускники, которые непосредственно вот работают с ребятами, проверяют их работы, консультируют их доклады. Это все студенты наших ведущих вузов Фистеха, Университета, МИФИ и ВМК. Вот эти студенты, которые проводят обучение, сами являлись когда-то учениками этой школы? Я вам так скажу, что практически абсолютно все наши студенты, вот, абсолютно все, без исключения, это наши выпускники. Это те, кого либо я лично учил, либо мои ближайшие работы сотрудники учили, вот. А значительная часть из них это выпускники Московского химического лица, где вот я непосредственно преподаю физику. Евгений Николаевич, несколько слов о периодичности проведения подобных конференций. И какое в связи с этим место занимает Черноголовка? Периодичность у нас очень четкая. Один раз в год, именно в период студенческих каникул. Когда нам легко собрать, с одной стороны, студентов, с другой стороны, с удовольствием приезжают ребята, потому что все рады возможности хоть какое-то время не ходить в школу. Мы должны понимать, что этот фактор тоже немаловажный. Кроме того, у нас традиции, которые сложились, в общем-то уже, ну, выделили это время из всех прочих времен, как наиполе подходящее. У нас первая конференция, если считать ее хронологически, всесоюзная, ее тогда называли еще конференция, состоялась в городе Тбилиси в 90-м году. Это было лето, это было прекрасное еще время. Вот она была межгосударственная сразу, там мы были из Польши, из Грузии, из России. Вот, и с тех пор мы каждый год их повторяли. Вот это у нас по счету восьмая конференция, если считать все наши всесоюзные. Вот, а всероссийские начали свой отсчет 92-го года, и в Черноголовке, в частности, это четвертая конференция. Мне бы хотелось особенно сказать о том, почему выбор пал на Черноголовку. Значит, мы, естественно, шли медомбропа ошибок. Но оказалось, что здесь, вот именно в Черноголовке, у нас есть очень много, во-первых, единомышленников. Вот здесь, в частности, в этой школе работал Владимир Алексеевич Орлов, наш известный физик, с которым мы, в общем-то, работаем, в нашем издательстве, школа «Авангард», печатался. Вот, и здесь есть замечательный контингент ребят, которые с огромным интересом принимают участие во всей нашей работе. Они составляют чуть ли не 30% общего числа участников. Вот, конечно, отсюда мы видим самое доброжелательное, самое, ну, я бы сказал, ну, человеческое отношение ко всем нашим проблемам. Мы легко их решаем, все эти организационные проблемы. И вообще, Черноголовка, очень чудное место, оно во всех отношениях, вот, как-то... Ну, я здесь откровенно отдыхаю душой, когда приезжаю. Вот, и нам бы очень хотелось, чтобы эта традиция у нас продолжалась, в общем-то, постоянно. Во-первых, мы стараемся, чтобы конференции, это не было какое-то узкое мероприятие. Как, скажем, Олимпиада, городская Олимпиада, международная Олимпиада, где дети приходят, садятся за парты, в течение двух часов пишут работу, вот, сдают эту работу, ее проверяют, они страшно переживают, и в том-таки жесткая конкуренция, и погоня за льготами, заезжают за подома. Вот, мы считаем, что Олимпиады сами все вещи неплохие, но их нельзя абсолюдизировать. Другая есть система, скажем, турнир юных физиков, например, или юных математиков, где речь идет о командном соревновании, когда команды физиков или математиков соревнутся с другими командами. Опять возникает система жесткой конкурентной борьбы. Все страшные боятся проиграть, очень хотят выиграть. Имеют место иногда какие-то подслуживания и прочее, накаляются страсти. И опять нам кажется, что все это не совсем то. Мы, во-первых, ушли, в принципе, от монотонности, то есть от какой-то, значит, одного типа какого-то вот вида учебной деятельности. И мы ушли от соревновательности настолько, насколько это вообще возможно. То есть у нас, если посмотреть на то, что у нас происходит, это сразу спектр, широкий спектрное приятие. Мы начинаем с того, что проводим с ребятами тестирование по физике, математике и химии. У нас физика, математика и химическая конференция. Вот. Мы, значит, после этого с ребятами сразу устраиваем викторину. Причем викторина длится практически весь период времени. Они решают трудные и стандартные задачи. У нас есть своя валюта, в которой потом проводится аукцион. Вот. И у них сразу возникает живой, неприходящий вот интерес именно к тому, чтобы добиться успеха. Кроме того, у нас после этого проходит обязательно, обязательно проходит аукцион. Вот то, что мы сейчас видим в этом зале, это, значит, по принципу аукциона, кто даст правильный ответ, аукцион знаний. Проходят физико-математические бои, но у нас нет четкого разделения на команды. Приезжает, допустим, один человек из Магадана, один человек из Элиста, трое из Таврополя. Мы организуем из них команду. На следующем туре мы по-другому компонуем команды. Нет проигравших, нет победителей, но есть хорошие, удачные ответы, которые обязательно поощряются дипломами. Кроме того, мы обязательно основной кур делаем на доклады школьников. То есть то, что они привезли, то, что они наработали, то, над чем они долгое время трудились. Доклады слушаются по четырем-пяти секциям, и это действительно для ребят очень важный эффект признания их работы. Пленарные заседания обязательно проводятся по лучшим докладам, обязательно по результатам конференции публикуется сборник материалов конференции, и обязательно проводится окончательно аукционное закрытие, где ребята вот на заработанную ими валюту покупают подарки. И я хочу еще особенно подчеркнуть, что поскольку наша конференция подходит под гиды Министерства образования, все получают дипломы, дипломы, как бы, с министерского образца за подпись и заместительный министр, что, конечно, на местах имеет большой моральный момент, и для учителей, которые посылают ребят, для ребят, вот, повышает авторитет мероприятия. В Черноголовке кто именно поддерживает эту идею и помогает вам всячески? Ну, здесь, если говорить непосредственно о части школы, то, конечно, очень много делает Раиса Петровна, наш директор, вот, школы 82. То есть, практически все практические вопросы мы решаем через нее. Вот, и поскольку она очень так бескорыстно к этому относится, очень заинтересована в своих детях, чтобы они приняли участие, так, полагаю, может, им еще скучно немножечко, одним тут в некоторой, вот, изоляции, может быть, жить. Всегда мы встречаем с ее стороны полное понимание, и, в принципе, нам больше ничего не надо. Для того, чтобы организовать нашу работу. Шевченко Галина Григорьевна, ответственный секретарь Малой Академии Наук Крыма «Искатель», одного из первых научных обществ школьников прошлого нашего Союза. Вот на этой конференции, как вы на нее попали? Мы уже несколько лет дружим со школой «Авангард» московской, и с нетерпением ждали встречи в этом году вот здесь, именно в Черноголовке. Встреча Черноголовки нам очень дорога, поскольку здесь живет Иса Ионович Брагинский. В прошлом это наш крымчанин, который был одним из первых основателей нашей Малой Академии Наук. И нам очень дорого встреча с ним, с горячо любимым человеком. Те мероприятия, которые проводите в Крыму, похожи на то, что здесь вы видите? Да, в Крыму наши мероприятия похожи на эти. И мы как-то даже ощущаем, что дело Иса Ионовича, которое он когда-то начал у нас в Крыму, теперь и здесь, в России, так же хорошо процветает. Много об Олимпиадах, в которых они участвовали. Оказывается, в Черноголовке много таких ребят, которые побеждали не только на школе, но и на районных, областных, московских Олимпиадах. Так, ученик 9-го Б-класса, школы номер 82, Гриша Рудцов, был участником всех Олимпиад по математике и стал победителем областных Олимпиад по математике и химии. Призером зональной и участником Всероссийской Олимпиады. Любимые его предметы – физика и биология. А математика для него, по его словам, очень проста. Он также любит природу и книги. Паша Ярыкин, ученик 10-го А-класса, школы номер 75, стал победителем областной и зональной Олимпиады. Участником Всероссийской Олимпиады по математике. Мечтает стать математиком. Скажем так, кто больше всего Олимпиады завоевывал. Давай. Ну, я Кузьмиков Ива. Ну, участвовал я во многих Олимпиадах. Вот, ну, занимал в МГУ, я ездил, занял третье место. На районы у меня было четвертое место. По-русскому у меня первое в школьной Олимпиаде. Еще по географии у меня третье место и по английскому еще первое. Меня зовут Аня. Учусь я в этой школе, номер 82, в девятом классе. А про Олимпиады? Про Олимпиады? Хорошо. Ну, участвовала я во многих Олимпиадах школьных, в районной по географии, в областной по русскому языку. Но самая, так сказать, результативная оказалась последняя. В областной Олимпиаде по русскому языку я заняла первое место. Дорожкина, Таня. Я в 5-й Е-класс. Отлично. А теперь немного Олимпиаде. Я участвовала в Олимпиадах по математике, русскому, английскому и естествознанию. Какие-нибудь места? Во всех Олимпиадах второе место. Нам было приятно узнать, что мисточка Гриша учится в 5-м классе, а занял второе место по математике для 6-х классов. Более 200 черноголовских ребят стали призерами школьных Олимпиад. Из них 48 в районных. 19 областных Олимпиад. В основном ребята участвуют в Олимпиадах по математике, физике, химии, русскому языку и английскому. Но также пробуют свои силы в биологии, истории, географии. А в 5-х классах проводятся Олимпиады по естествознанию. Все ученики Олимпиад довольны тем, что они проводятся. Я очень рад, что меня включили в Олимпиаду. Я хочу поблагодарить директора и все организации, которые помогли сделать вот эти Олимпиады. И хочу сказать им большое спасибо. Я хочу сказать, что вообще очень здорово то, что сейчас есть возможность и снимать призеров Олимпиад. И вообще, что даже школы могут организовывать Олимпиады для школьников. И что мы даже должны быть благодарны за все это. И благодаря этому мы сейчас здесь всех. Я очень рад, что у нас в школе проводится много Олимпиад. И я бы хотела, чтобы их чаще и больше проводили. Потому что, ну, всем детям это нравится. Все стремятся занять первое или второе место, чтобы получить какой-то приз или даже почетную грамоту. Я хочу еще сказать, что в Олимпиадах некоторые идут не для того, чтобы получить какие-то там места, а просто, чтобы пополнить свой запас знаний. Чтобы научиться нового или старое. Мне очень нравится, когда в школах такие Олимпиады. Хочу поблагодарить наших учителей, которые ведут уроки у шестого. А особенно мы хотим поблагодарить, вот мы все здесь, которые сидят, ну, все равно со мной, ребята. Мы хотим поблагодарить наших классных руководителей Трубочкину Екатерину Ивановну. Спасибо. Ребят, мы хотим всех благодарить, что сюда пришли. Большое вам спасибо. К сожалению, мы не смогли взять у всех интервью. Вы нас, пожалуйста, извините. Ребята, видя на каком высоком уровне идут соревнования, всегда стремились принять активное участие в Олимпиадах. Теперь Черноголовка является одним из центров проведения Соросовских Олимпиад. Черноголовка была, а сегодняшняя встреча с ребятами еще раз показала, что она и остается как бы стартовой площадкой для взлета тех, кто стремится познать и проявить себя в науках. Мы поздравляем всех победителей, призеров Олимпиад и желаем им успехов в будущем. В школе номер 75 Соросовских Олимпиадах и желаем им успехов в будущем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...